Сегодня подозреваемый в изнасиловании и убийстве Рудненской девочки Виктории Гани предстал перед судом. Напомним, первоклассница пропала 24 апреля прошлого года около трех дня, гуляя возле местной церкви с подружками, когда ее сманил неизвестный. В этот же день Рудненская полиция возбудила дело, а в начале июня материалы были приняты к производству Следственным комитетом МВД. Первое слушание по угромкому делу, в котором уже 60 томов, проходит в закрытом режиме, но информацию готов предоставить наш собственный корреспондент в регионе Игорь Нидерер. Предварительное слушание идет в специализированном суде по уголовным делам Косанайской области, здесь на улице Зеленой, 23. Подсудимому, которого признали вменяемым 31 год, и его обвиняют уже не только в этом ношумевшем преступлении, но еще в четырех убийствах, двух изнасилованиях и кражах. Но восстановим картину того зверского убийства. Вику лишили жизни 24 апреля, но закопанное тело обнаружили лишь 22 мая близ трассы Рудный Тобол. В недостроенном особняке даже не полицейские, а волонтер Владимир Радченко, который внимательно просмотрел запись камеры видеонаблюдения. Тогда полицейских обвинили в непрофессионализме. Долгое время стражи порядка топтались почти возле закопанного тела девочки. Оперативники и даже некоторые руководители при погонах были наказаны. Не безинтересно и то, что в июле их коллеги санкционировали арест бомжа Пыжова из Руднинского центра социальной адаптации. Вскоре бездомный даже начал давать признательные показания. Однако геномная экспертиза установила, что Пыжов к убийству не причастен. И вот сейчас мы видим, как нынешнего подозреваемого вводят в здание суда. Странно и то, что его не опознал во время следствия никто из свидетелей, хотя экспертиза ДНК дает однозначные выводы о его причастности. Кстати, этот подсудимый житель Кустаная женат, у него двое детей. Итак, мы будем держать вас в курсе событий.